Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Кумертаусской мэрии провели очередное заседание по распределению субсидий среди предпринимателей. Отмечу, что на финансовую поддержку кумертаусского бизнеса в этом году из бюджетов разного уровня выделено 95 миллионов рублей. Из них освоено только 15. Один из двух конкурсов проходил с 9 по 14 сентября на три вида поддержки. Это стартап, лизинг и приобретение оборудования. В администрацию поступило 44 пакета документов. Из них 22 пакета на стартап, 2 пакета на лизинг и 20 пакетов на приобретение оборудования. Из них 12 предпринимателей получили отказ. Во втором конкурсе, проходившись с 21 по 24 сентября, к виду поддержки добавили и социальное предпринимательство. Всего 32 пакета документов участвовало в конкурсе. Из них 11 бизнесменов получили отказ. Основной причиной отказа по-прежнему остается наличие задолженности у предпринимателей. В основном эта причина касалась начинающих бизнесменов. Многие регистрируются вот-вот, многие узнают от других предпринимателей информацию, соответственно, может быть кто-то не знает еще. Во-вторых, конечно, налоговая у нас начисляет уже задолженность. Несмотря на то, что, допустим, срок оплаты налога 31 декабря, они уже начисляют задолженность и уже эта задолженность отражается как минус. Несмотря на то, что, опять же повторюсь, срок оплаты ее еще не подошел. Предприниматели, обращающиеся за поддержкой в администрацию, должны иметь в виду, что у них не должно быть задолженности не только по предпринимательской деятельности, но и как у физического лица. Поэтому члены комиссии советуют всем предпринимателям в первую очередь проверять свои долги. Нужно заранее побеспокоиться об этом, нужно заранее прийти в налоговую, попросить справочку. Если есть какие-то долги, быстренько их закрыть, подождать какое-то количество времени, несколько дней, чтобы эти платежи сели, чтобы минусов не было. И, соответственно, еще раз попросить справку, убедиться, что долгов нет, идти в МФЦ со спокойной душой сдавать документы. Но не все так плохо. В этом конкурсе прослеживается и положительная динамика. А именно, предложения от предпринимателей становятся разнообразнее. Это и детские какие-то развивающие клубы, это и швейные производства, это и производство продуктов питания уже у нас в городе открываются. И ремонтные услуги, и сельское хозяйство тоже довольно широко представлено. И выращивание повиндора, и выращивание птицы, мяса и так далее. То есть, ну, соответственно, больше денег, больше возможностей. Напомню, из федерального и республиканского бюджета выделено 95 миллионов рублей. Из них 15 уже освоено. Соответственно, еще 80 миллионов рублей предстоит распределить между предпринимателями. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». К Ковертаусской прокуратуре по заданию республиканского надзорного ведомства проведена проверка исполнения законодательства в сфере рекламы финансовых услуг. Подробнее расскажет помощник прокурора Георгий Должиков. Он у нас на связи. Здравствуйте, Георгий Юрьевич. Какие нарушения удалось выявить? Здравствуйте. В одной из рекламных газет, распространенных на территории городского округа, выявлена реклама, не соответствующая федеральному закону о рекламе. Так, в частности, в данной газете была размещена информация, которая не доводила до потребителя всю необходимую информацию. По результатам проверки в отношении руководителя печатного издания внесено представление с целью устранения нарушения законодательства в отношении директора микрофинансовой организации, которая распространяла данный вид рекламы. Возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в управление Федеральной антимонопольной службы ПРБ для рассмотрения. Какое наказание грозит должностному лицу? Данный вид нарушения влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, в данном случае на директора микрофинансовой организации, в размере от 4 до 20 тысяч рублей. Меру непосредственно штрафа будет решать уже управление Федеральной антимонопольной службы ПРБ, которое уполномочено рассматривать данные виды административных правонарушений. Спасибо. У нас на связи был помощник прокурора Георгий Должиков. Он рассказал нам о проверке рекламного законодательства. В третьей школе на днях прошел фестиваль народов Башкортостана, мероприятие, посвященное Дню Народного Единства. Учащиеся вместе с преподавателем подготовили творческие выступления, отразившие традиции и обряды различных народов, проживающих на территории нашей республики. 4 ноября вся Россия будет отмечать День Народного Единства. В школах нашего города также пройдут различные мероприятия, посвященные этому празднику. Учащимися третьей школы и их классными руководителями накануне был организован конкурс «Фестиваль народов Башкортостана». Мы очень готовились к этому. Каждый день мы репетировали, ставили, что-то дополняли. У нас участвовал в нашей постановке весь класс. Каждый что-то дополнял. А потом получилось так, что и участвовал весь класс. Организаторы мероприятия прежде всего хотели показать учащимся многонациональность нашей республики, заинтересовать необычными традициями народов Башкортостана. Важность и цель, конечно, довольно-таки значимая. Дело в том, что патриотизм развивает в наших детях в последнее время, наверное, очень актуально, очень объективно. И цель, конечно, духовного воспитания детей. Традиционные обряды, игры и музыкальные выступления в исполнении своих одноклассников смогли увидеть в этот день учащиеся третьей школы. Узбекские, чувашские, башкирские обычаи и многих других народов Башкортостана были представлены на конкурсе. Я к девице ходил, я к красной ходил. По ельничку, по березничку, по частному, по белому, да по синечку. Ай, да пусть Мадимьян какую себе невесту отхватил. Театрализованными постановками ребята старались передать самобытность народов Башкортостана, при этом добавив в современных нот свои выступления. Задача участников конкурса стала донести зрителям то, что, несмотря на разные культурные традиции, все национальности республики живут в мире и согласии. Чтобы люди знали, какие есть национальности, какие у них обычаи есть, сохраняли свои обычаи. Для того, чтобы они помнили свою историю, свои корни и знали, какие были их деды, прадеды, какие раньше играли игры, и для чего они это делают, как они поднимали свою еду. Так как фестиваль был посвящен Дню народного единства, проигравших не было. Жюри наградили все коллективы грамотами за творческую одаренность и исполнительское мастерство. Вот этот фестиваль, он не только затрагивает сценическое искусство, это искусство декоративно-прикладного характера, когда дети приносят свои поделки, рисунки рисуют. То есть, ну, настолько заинтересованы, что, наверное, дни у них даже бегут быстро-быстро. Вот сегодня они с уроков бежали и радостно кричали. Ну, Илья Левкатна, а вы придете к нам? Я говорю, приду. Ну, в общем, я думаю, что вот этот вот ауротворчество, праздник, она удалась. И это самое главное. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». В городском конкурсе «Молодая семья» определили победителей. В состязании приняли участие Зиганшины, Долгушины и Дымченко. Какая семья представит наш город на республиканском этапе, знает Айгуль Мухамедшина. «Молодая семья» — это традиционный конкурс. Каждый раз он проходит по новому сценарию. Поэтому зрителям, которые пришли на этот праздник, не приходится скучать. На этот раз организаторы мероприятия подготовили для участников четыре творческих испытания, к которым семьи готовились при участии бабушек и дедушек, друзей и коллег. Все они в этот вечер пришли поддержать конкурсантов. Я пожелаю тем, кто еще не участвовал в таких конкурсах, обязательно принимать участие. Это очень сплачивает семью. Это очень настраивает на творчество. Мы слышим уже во время репетиции, когда папы говорят, оказывается, у нас мама такая талантливая, оказывается, у нас дети такие умнички, а дети чаще видят родителей хотя бы в подготовке к конкурсу, хотя бы во время вот этих вот вечеров, когда они придумывают задания, когда они готовят все вместе визитку. Участники конкурса три семьи — Долгушины, Дымченко, Зиганшины. В первую очередь им предстояло продемонстрировать свои таланты в заранее подготовленной визитной карточке. Семьи в стихах и песнях знакомили с историей создания семьи, рассказывали об увлечениях, представляли любимые блюда. Выступления сопровождались видеороликами. Каждый постарался использовать креативный подход и смекалку в выполнении заданий. Творческими номерами поразили зрители Зиганшины. Зинира и Фаниль воспитывают сыновей Инзили и Фандили. Родители признаются, было приятно вместе с детьми готовить номера, репетировать. И в конкурсе они решили принять участие ради детей. С малых лет уже не стеснялись, выходили в цену. Вдруг они пойдут по артическим стопам. Любимых занятий семьи много, но больше внимания уделяется прогулкам и занятиям спортом. Мы вместе на улице занимаемся спортом. Зимой на лыжах, летом дети на улице спите, а мы бегом. Елена и Евгений Долгушиной воспитывают сына и дочь. Климентию семь лет, он учится в кадетском классе. Маленькая Евгения – воспитанница детского сада «Светлячок». Они говорят, что готовиться к выступлению было несложно, ведь они рассказывали о своих обычных занятиях. Это походы, рыбалка, спорт, семейные просмотры фильмов. Как мы стали участниками, мы решили поддержать престиж семьи в нашем городе, чтобы, глядя на наш пример, так же и другие жили долго и счастливо, чтобы все у них было хорошо и желаем им здоровья. Есть волнение у вас? Да нет, нет. Все нормально. А вообще какие семейные традиции у вас еще есть? Выезд на природу постоянно, даже на рыбалку их изредка беру. Еще одна семья участница – Дымченко. Мама работает воспитателем в детском саду, папа – менеджер. Старший сын Никита – студент уфимского вуза, младший Мирослав еще дошкольник. Вместе они подготовили яркие творческие номера. У каждой семьи свои секреты, семейного счастья, говорят они. В большом счете, я считаю, все в доверии друг к другу. Больше ничего нет. В ходе подготовки к выступлению взрослые увидели вокальные способности сына. Новое для себя открыло, что мой ребенок способен выступать на сцене и неплохо выступать, и у него есть музыкальные, вокальные данные. Я люблю учиться, веселиться и играть. А кем ты хочешь стать в будущем? Гонщиком. Кроме визитки, семьи угадывали песни из советских кинофильмов. Похожие задания для маленьких участников. Дети по песням называли мультфильмы. Еще одним заданием для участников была подготовка выставки материалов о своей семье, традициях и увлечениях. В фойе Дома культуры «Рассвет» участники представили изделия ручной работы, генеалогические древа, любимые семейные блюда, варенье, соленье. По итогам всех конкурсных испытаний экспертная комиссия определила победителей в номинациях. Всегда в принципе за любое проявление творчества, а когда люди, собственно говоря, недружные со сцены, а скажем так, которые просто когда-то пели дома, веселились, да, выносят это на показ людям. Я просто всегда за, просто сижу, радуюсь. И поэтому, собственно, тут главное не оценки, а главное то, что несут семьи. Итак, семья Дымченко стала победителем в номинации за верно-семейным традициям. Долгушины признаны самой динамичной и оригинальной семьей. Зиганшины – самой позитивной и артистичной. Им предстоит выступать от нашего города в республиканском туре конкурса. Центр «Сириус» в городе Сочи несколько раз в год проводит образовательные смены для одаренных детей из разных уголков нашей страны. Восемь учащихся Кумертаусской художественной школы смогли пройти конкурсный отбор и были приглашены для участия в проекте. В течение 2016 года наши юные художники посещали «Сириус» несколько раз. Весной и летом приглашения получили по три человека, а в последнюю октябрьскую смену в образовательный центр отправилась целая делегация из восьми учащихся художественной школы, самых талантливых, проявивших себя на конкурсах и олимпиадах. Мне очень понравилось, потому что там очень хорошо, там хорошо учат, преподают разные уроки, вообще образовательные. Я считаю, что это самое лучшее место, куда можно было попасть в таком возрасте за свои достоинства. Образовательный центр «Сириус» был создан фондом «Талант и успех». Цели проекта соответствующие – поиск одаренных детей в различных областях по всей России. За прошедшую смену участие в программе приняли дети из 70 регионов страны. 24 дня наши ребята обучались в центре по направлению живопись. Опытные преподаватели помогли учащимся раскрыть все свое мастерство. Юные художники создавали акварельные композиции постановочных натюрмортов в помещениях и выезжали на природу рисовать горные пейзажи. За три недели, проведенные в «Сириусе», участники сумели не только подчеркнуть новых знаний в художественной сфере, Они познакомились с талантливыми ребятами из других городов, посетившими центр также для оттачивания своего мастерства и обмена опытом с другими. Но главным преимуществом поездки для юных дарований стало освоение множества новых технических приемов письма акварелью. Свои работы художники с гордостью показывали после поездки своим преподавателям. Конечно, сердце мое таяло. И мне было очень радостно осознавать, что это мои малыши выросли. И сейчас, наверное, уже почти стали моими коллегами. И более того, когда они приехали в «Сириус», они мне показали новые техники. И даже мне есть чему поучиться. И получается так, что это уже мои профессиональные коллеги. Действительно, радость моя велика. Достигнуть таких высоких результатов и попасть на проект учащиеся не сумели бы без хорошей подготовки. Ребята очень признательны своему преподавателю, которая обучала их с детства, за все полученные знания, раскрытие в каждом из них художественного таланта. Благодаря ей мы, получается, достигли таких хороших результатов. И благодаря ей, ну, то, что мы добились таких результатов, мы смогли поехать в замечательный образовательный центр «Сириус». Спасибо ей. Хочу еще сказать спасибо родителям. Если бы родители не отдали мне художку, я бы не смогла поехать в «Сириус». Большое спасибо родителям за то, что они все годы были вместе с нами. И это заслуга, а не только, скажем так, школы, но это и заслуга родителей, очень большая. Поэтому я думаю, что все у нас получилось. Мы сумели. У нас такое замечательное приединство – родители, дети и я. По словам учащихся, программа обучения в центре была очень насыщенной. Развивающие лекции, практические занятия и пленеры на природе. Несмотря на плотный график смены, организаторы проекта запланировали для ребят и культурно-развлекательные мероприятия – экскурсии по достопримечательностям города. Для того, что мы профессионально занимались с педагогами, ездили на пленеры на Красную Поляну, также мы побывали в Сочи-парке, посетили розы хутор, два раза были на двух играх хоккея и сами катались на коньках. Было очень интересно и увлекательно. Я очень рада, что побывала в образовательном центре. Сейчас планируется еще одна поездка на будущий год наиболее одаренных учащихся школы. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.